Zhiyun Crane M3 это компактный, но очень способный стедикам или гимбл или стаб, который может тянуть до 1 килограмма. Благодарю магазин Player.ru за то, что предоставили мне данный стаб на обзор. Всем салют, друзья, меня зовут Олег Никитин. Zhiyun Crane M3 это старший брат Crane M2, на который у меня есть большой обзор и сравнение с Moza Mini P. Ссылочку оставлю в описании, но спойлеры, ребята, Crane M2 меня совсем не впечатлил. А вот Crane M3, с другой стороны, мне кажется, больше имеет общего с Zhiyun Wibble 2. На него также есть большой обзор, снова ссылочка в описании. Механизмы фиксации моторов, сенсорный LCD-дисплей, резьба четверть дюйма для аксессуаров и даже кейсы с пены. Все эти фишки Crane M3 позаимствовал от Wibble 2, я уверен. Помимо тестов, я также использовал этот стабилизатор в двух коммерческих видео. Промо-ролик для базы отдыха и свадьба. Ссылочку оставлю в описании, на этой свадьбе я делал сравнение Sony A6300 и iPhone A13 Pro Max. Начнем с качества стабилизации. Я тестировал Sony A6300 и Tamron 1120 f2.8. Обзор уже есть на канале, как всегда, ссылка в описании, много ссылок. И как вы поняли, в обоих, и в объективе, и в тушке нет стабилизатора. То есть результаты у нас получаются слабенькие, потому что только сам гимбл отрабатывает. Хотя отбалансировал я его идеально, все настройки выставил на самые мягкие и плавные, ходил на полусогнутых ногах, как положено, но все равно результаты меня не удовлетворили. Особенно на 20 мм и тем более при беге. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь перейдем к комплекту. Там у нас сам стабилизатор. Есть 4 цветных геля, которые с помощью магнитов надеваются на LED-светильник, который здесь также есть. Ну, про него чуть позже расскажу подробнее. Также у нас есть провода. На экран вывел, какие именно есть тренога, есть площадка и кейсы с пены. Он довольно бестолковый и неудобный. Мне не нравится. Весит данный стабилизатор 1 кг, что достаточно хорошо, но он не складывается, но при этом достаточно компактный. Здесь ничего не могу сказать плохого. Я думаю, все уже пошутили про имперских штурмовиков, так что не буду. Надеюсь, что белый цвет со временем не пожелтеет. А так в целом дизайн бодрый, выделяется, он изнаваемый. В общем, здесь мне все понравилось. Теперь пройдемся по кнопкам и элементам управления. У нас здесь классический курок, который мы зажимаем для режима Go или для центровки или для селфи режима. Есть колесико над курком, им удобно горизонт подправить. Кнопка старт-стоп записи, кнопка M для переключения режимов, колесико подсветки. Мы можем менять цветовую температуру и яркость. Кнопка включения, стандартный джойстик, но он довольно резкий даже при плавных настройках. Также есть вход под микрофон, USB-C для подсоединения к камере и USB-C для зарядки. А также коннектор внизу для подключения Pro комплекта. О нем также чуть позже скажу. Площадка и механизм фиксации площадки. Она своя, крепится одним болтом, что не очень удобно, и при этом перекрывает батарейный отсек. И также есть защита от дураков. То есть надо сделать два движения, прежде чем поставить или снять площадку. В целом это не очень удобно, но сойдет. Качество сборки в целом отличное. Все крепления, зажимы, элементы управления, все очень добротно сделано. Нареканий никаких. Теперь поговорим про дисплей и настройки, и про приложение. Дисплей хороший, его видно днем. Очень отзывчивый сенсор, можно быстро и удобно пользоваться меню. Приложение ZY Plane максимально простое, с минимальным функционалом, по сути его можно вообще не скачивать. Опций в меню также не так уж и много. Выбор режимов. Проверка баланса. Вкладка с информацией. И вкладка настройки. Там есть автокалибровка, настройка плавности работы и элементов управления. Теперь разберем режимы работы на примере съемок. Итак, классический Pen Follow, который блокирует наклоны камеры, то есть только панорамирование. Follow, когда стабилизатор за вами следит во всех направлениях. Lock, когда он полностью блокирует все оси. Режим POV, самый, наверное, веселый режим, в котором у нас горизонт может заваливаться в любую из сторон. Режим Go, в котором он просто становится диким, быстрым и резким. Режим Vortex или вращение на 360, от которого может прилично так укачать. И портретный режим для съемочек Stories, то есть 9 на 16. Ну, может пригодиться. Во всех режимах стабилизатор отрабатывает средненько, хотя вес камеры A6300 и Tamron 1120 не такой большой. И уж точно меньше, чем заявленная нагрузка. Наблюдается микротряска и даже на самых плавных настройках стаб довольно дерганый. Надеюсь, это поправят с более новой прошивкой. Но я решил проверить, потянет ли этот стабилизатор полнокадровую камеру с полнокадровым же шириком. Это Sony A7S III и Tamron 1728 2.8. Всего 1035 граммов. Тянет абсолютно нормально, но идеально отбалансировать у вас не получится. Вы просто будете упираться видоискателем в мотор. И также не получится работать с откинутым в бок экраном. Но вот зато, когда вы работаете со SteadyShot Active или даже SteadyShot Standard в камере, то результаты становятся гораздо лучше, чем совсем без стабилизации внутри камеры или объектива. В целом ведет себя стабилизатор нормально с таким сетапом, но при этом не работает режим Vortex и режим портрета, потому что видоискатель, мотор опять же упирается. Следующий пункт это батарея. Здесь у нас 1150 мАч. Это нормально, заявлено 8 часов работы, что не так уж много, но есть Power Delivery и зарядка быстрая за 2 часа. Для моих съемок хватило с головой, не заметил, чтобы он как-то слишком шустро разряжался, так что вопросов к нему по этому пункту нет. А теперь про дополнительный функционал. Есть LED-лампочка с переменной цветовой температурой и также яркостью. Как по мне, так баловство. Я не стал бы использовать подобный свет ни при каких условиях, даже если это какое-то интервью, лучше выставлять отдельный, хороший, правильный, грамотный свет. Я думаю, тут со мной вы согласитесь. И также есть Pro-комплект за 650 долларов, что очень дорого. Там у нас проводной микрофон, крепление для смартфона, сумочка, ну в общем, как по мне, тоже баловство, то еще. Еще одна дополнительная функция, это что можно управлять камерой по беспроводу, то есть через Bluetooth. Надо посмотреть на сайте, какие камеры совместимы, сам не проверял, но как потенциальная фишка, очень даже неплохо. И наконец, стоимость. 370 долларов. Дорого. Я бы взял лучше Moza Mini P, вдвое дешевле, за 200 долларов. Качество стабилизации, если в объективе или камере нет встроенной стабилизации, оставлять желать лучшего. Функционал и дизайн неплохие, но со своей главной задачей справляется средненько. Так что рекомендовать к покупке, к сожалению, не стану. Хотя, может, с новой прошивкой сделают и гораздо лучше. Все еще ценник меня напрягает. Еще одна новость, друзья. Я создал телеграм-канал, ссылочку оставляю здесь и в описании. Добавляйтесь, там буду скидывать различные лайфхаки, опросы, советы, рекомендации. В общем, постараюсь сделать его интересным, как минимум. Если вам понравился данный ролик, жмите лайк, подписку, колокольчик. Я это очень ценю. Потом еще пара видео посмотреть следующими. Ну а с вами был Олег Никитин, канал No Limitson. И увидимся в следующем видео, друзья. Берегите себя. Пока.